Привет друзья, меня зовут Дима Семенищев, я джазовый контрабасист, аранжировщик и композитор и на моем канале продолжается месяц группы The Beatles и сегодня вторая аранжировка, мы говорим об аранжировке на песню With a Little Help From My Friends Напомню, что все аранжировки мы разбираем по следующим критериям стиль, форма, гармония и нотное написание аранжировки Начнем со стиля, и здесь вам расскажу об одной из основных фишек многих джазовых аранжировщиков Это полярная смена стиля, что же это значит? Например, оригинал песни в медленном или в среднем темпе, пробуем аранжировать его в быстром темпе Оригинал в быстром пробуем сделать в медленном Оригинал на 4 четверти пробуем сделать на 5, на 7, на 3 Оригинал на 3 четверти, наоборот распрямляем его в 4 четверти и так далее Это вовсе не означает, что данный принцип работает всегда Но такое переключение включает вашу музыкальную фантазию, заставляет работать ваши уши и мозг Особенно в тот момент, когда вы застряли в аранжировке И вообще любой взгляд под другим углом намного полезнее, чем смотреть все время на тему в лоб В данном случае мы имеем дело с песней в среднем темпе И играть ее, например, в среднем свинге не было бы никакого смысла Потому что она и так практически звучит в среднем свинге Поэтому, услышав, что настроение композиции в целом мажорное, позитивное и очень жизнеутверждающее Я решил сделать ее в самби, при этом в дабл темпе Что это означает? Это означает, что один такт оригинала у меня превращается в два такта А темп увеличивается в два раза Оригинал был такой Что сделал я? Да, мы в два раза увеличим пульсацию Это и есть дабл темпа Если вы взглянете на ноты аранжировки Вы увидите там обозначение New Orleans И изначально я ее мыслил именно в этом стиле Но на репетициях и на концертах я понял, что в New Orleans она будет звучать немножко перегружена И поэтому я ее облегчил, и мы ее играем просто в самби Теперь поговорим о следующем аспекте Это форма Форму я старался сохранить максимально близкую к оригиналу И здесь мы видим небольшое вступление на одном аккорде, которое подготавливает вступление солистки Дальше первый куплет с расширением, точно так же как в оригинале Второй куплет и припев И после этого начинается соло на форму куплет-припев В данном случае форма соло абсолютно точная В отличии от композиции High comes the sun, где она была открыта И в концертном видео вы слышите два соло Это соло Ильичи, клеенная на клавишах И соло Горека Багдасаряна на ударных В случае соло ударных Горек играет соло на форму квадрата И смотрите, каким образом раскрываются ритмические стоп-таймы из второй части куплета После соло звучит еще раз куплет Двойной припев и доигрыш на двух аккордах Коди мы еще вернемся чуть позже А теперь пойдем и поговорим о гармонии Тональности оригинала и аранжировки отличаются Поэтому я принял решение показывать вам все мои гармонические идеи в тональности до мажор А потом вы сможете посмотреть, проанализировать еще раз спокойно Скачав мою аранжировку Повторюсь, что ссылка на нее будет прикреплена в описании Начнем с куплета Первые две фразы я оставил практически без изменений И здесь мы видим стандартную джазовую прогрессию Которая называется Turnaround Первая, вторая, пятая, первая Да, я мог ее немного развить, например, вот так И мелодия позволяла мне это сделать Но я решил отказаться от этой идеи Потому что мне хотелось сохранить легкость и простоту В сочетании гармонии и мелодии И не отпугнуть слушателя Идем дальше Вторая часть куплета И здесь я предлагаю свежую идею Помните мой выпуск, который назывался Регармонизация курильщика В нем есть идея о том, что мы можем одну и ту же мелодическую ноту Гармонизовать огромным количеством аккордов И для этого нам нужно поменять сначала бас В данном случае я воспользовался тем, что мелодия стоит на месте Но мне очень хотелось оставить идею из оригинала Идею того, что вся эта часть гармонизована мажорными трезвучиями И я решил гармонизовать ее разными мажорными аккордами И получилось следующее Согласитесь, эта идея звучит очень естественно А это то, что лично я ценю в аранжировке Но при этом она абсолютно джазовая И она дает раскрыться и мелодии И она дает огромный простор для солистов импровизации Потому что мы видим набор нескольких мажорных аккордов Которые очень далеки от исходной тональности Если гармонически говорить о припеве То я оставил его практически неизменным Только перед ним я добавил посредственность вторая-пятая Чтобы мы сильнее втянулись в припев И в конце я ушел не в четвертую ступень А в тонику Опять же мелодия это мне позволяет И уход в четвертую ступень Это напоминание в данном случае о роке А для самбы это совсем-совсем-совсем нетипично Поэтому я закончил припев довольно-таки логично и просто Прежде чем мы поговорим о нотном написании аранжировки Я расскажу вам о том, что мне в этой аранжировке не нравится Да, так бывает, когда аранжировщик что-то пишет Но ему не приходят какие-то идеи Он что-то не дописывает и оставляет на самотек В данном случае это касается коды Мне здесь совсем-совсем не нравится кода И я считаю, что нельзя заканчивать просто на двух аккордах Тем более это было в предыдущей композиции Да, там я ставил коду свободную для музыкантов Здесь я хочу ее сделать более организованной И хочу написать какой-то общий риф На котором здорово композиция ярко закончится И я впервые столкнулся с такой проблемой Потому что гармонически эта кода похожа вот на это И у меня случилась ситуация, когда примерно тот же стиль Та же самая прогрессия аккордов Та же самая вокалистка Те же самые музыканты рядом И я не могу родить вторую идею Я все время возвращаюсь к той И мне тяжело себя оторвать от корней Но уже сегодня с утра гуляя с собакой И думая об этом выпуске Я придумал новую коду И все следующие исполнения этой композиции Будут с хорошей интересной кодой Поэтому ждите, возможно я потом выложу свой результат И скорее всего тот же самый материал, который я придумал для коды Появится и во вступлении Чтобы у нас появилась арочная форма Начали тем, чем закончили Это логично и очень часто применяется в джазовой музыке В самом конце поговорим о нотном написании аранжировки В данном случае она у меня заняла две страницы Из важных моментов, на которые стоит обратить внимание Это то, что квадрат импровизации находится на второй странице То есть солисту не надо прыгать с первой страницы на вторую Он спокойно смотрит на одну страницу И там помещается весь квадрат Очень важно, что каждая новая часть находится в начале строчки Это принципиальная вещь И мы видим очень крупные знаки навигации Такие как сенью и такие как фонари И кода немножко отодвинута от всего остального материала Чтобы на нее ну никак нельзя было промахнуться С вами был Дима Семенищев Ставьте большие пальцы вверх Рассказывайте друзьям и подписывайтесь на канал Если вы этого еще не сделали Увидимся очень скоро Скоро еще одна аранжировка Новый разбор Всем спасибо Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok